В Дагестане прошла отправка добровольцев батальона «Каспий». Он был сформирован по инициативе общественных объединений при поддержке главы Дагестана Сергея Меликова, который лично проводил бойцов. Вы также не стали прятаться, отсиживаться за чужими спинами и приняли решение стать в строй защитников Родины. Сделали это с полным пониманием всей важности, ответственности, опасности, возложенной на вас миссии. Как сказал верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин на совещании, которое проводилось позавчера, тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со слом и угнетением, расизмом и неонацизмом, который поощряет Запад, сражается сейчас на фронте. Отметим, что сам батальон состоит из свыше 200 человек в возрасте от 21 года до 64 лет, 10 из которых – Каспийчане. Контракт можно заключить на срок от 6 до 12 месяцев, а зарплата у бойцов от 195 тысяч рублей. Кроме того, установлена единовременная региональная выплата в размере 125 тысяч рублей. Для того, чтобы сегодня обеспечить отправку батальона, серьезную работу провели и органы власти республики. При участии Минобразования, Минздрава, Минтранса, Минкультура, Администрации, главы и правительства, подготовлена территория временного размещения батальона здесь, на базе детского лагеря «Солнечный берег». Обеспечено проживание, питание, прохождение медосмотра добровольцев, выдача обмундирования техники, сухих пайков. Колоссальную поддержку также оказал и депутат Народного собрания Республики Дагестан Заур Асулов. Он передал бойцам Каспия гуманитарный груз, более 100 пар резиновых сапог, берц и другие принадлежности. Стоит подчеркнуть, что в проводах принимали участие глава Каспийска Борис Гонцов, военный комиссар Марат Пашаев, депутат Народного собрания Заура Асулов и многие другие.